Друзья, привет! Вновь на канале Волхонский Лайф. Я увидел тут от своих подписчиков видео. Меня оно шокировало. Друзья, сейчас я вам его покажу. Оно короткое, но реально то, что происходит, когда уже в открытую власть говорит, что нас уничтожают. Вот. Я просто поражаюсь, почему до людей не доходит. Что действительно идет уничтожение населения, уничтожение русских как нации. Да вообще уничтожение идет России. И я вам советую, дорогие друзья, если у вас еще есть какие-то приятели, знакомые, ну реально долбоебы, которые не верят в то, что нас уничтожают. Я вам советую показать данный ролик. Он действительно короткий, друзья, но он очень емкий по своей информации. Смотрите, друзья, делитесь. Это реально шокирующая информация. Всем пока! И сегодня основная задача стоит в том, чтобы быстро и самое главное эффективно, как можно дешевле избавиться от всего этого, от всего того, что находится в зоне умирания. Почему мы говорим быстро и эффективно? Потому что, прежде всего, все эти люди, которые требуют к себе социального отношения со стороны государства, они проедают ресурсы. Ежедневно проедают ресурсы. И неоднократно мы говорили, что эти там всякие нищие, эти там учителя, врачи почти каждый день есть хотят. Во-вторых, они все в будущем, опять же, нищие пенсионеры. Чтобы избавиться от них, нужно что сделать? Первое, чтобы вытеснить их за грань социума. Первое. Второе. Добиться того, чтобы их социальное пенсионное накопление и все, что там было раньше в обязательствах, они до этого, прежде всего, не доживали. Ссылаясь, конечно, при этом на опыт наиболее развитых стран, где уровень жизни на 10, 15, 20 лет выше, чем наш. То это люди сегодня должны платить за свое право жить на их территории. Такая постановка вопроса является более правильной. И мы видим, что владельцы страны постепенно поднимают стоимость жизни на их территории. С какой стати они будут снижать коммунальные расходы, когда все генерирующие мощности, все водоканалы, газы и все принадлежит им? Почему они должны терять прибыль, если кто-то не может платить? Не можешь платить, не пользуйся. Такова суть. Зачем им нужны сельские школы? Для чего? Сельские поликлиники. Что, для чего? Почему? То есть, зачем нужны больные, которые не в состоянии оплачивать свое лечение?